Добрый день, друзья! Мы продолжаем читать книгу «Ёжик в тумане». И сегодня у нас волшебная трава, зверобой. Был летний солнечный день. «Хочешь, я тебе что-то покажу?» – сказал ёжик. Когда они с медвежонком выбежали на поляну. «А что?» – спросил медвежонок. «Вот смотри, это ромашка». «Знаю», – сказал медвежонок. Любит, не любит, и стал обрывать лепестки. «А это василёк», – сказал ёжик. «Знаю. В голубых рубашках васильки целый день играли у реки». «Правильно», – сказал ёжик. «Я эти стихи тоже знаю. А вот это цветок кашка. Из него что, кашу варят, да? Нет, его так зовут. А это? Это колокольчик. Вот послушай». И ёжик лёг рядом с колокольчиком на траву и позвонил. «Слышишь?» «Давай я попробую», – сказал медвежонок. «Я его сорву и побегу по поляне. А ты слушай». «Нет», – сказал ёжик. «Если колокольчик сорвать, он не звенит. Попробуй». «Тогда я так позвоню», – сказал медвежонок. Лёг рядом с ёжиком и позвонил колокольчиком. «Как хорошо он звенит!» «А это кто?» «Не знаю», – сказал ёжик. Смотрите, вот ёжик у нас и медвежонок. И они на полянке. Здесь много травы, и это у них колокольчик. Позвенели, и тут как тут пчёлка прилетела, собирать нектар. Травка обрадовалась к неизвестному цветку медвежонок. «А ты кто?» «Я зверобой», – важно сказал зверобой. «Кто, кто?» «Зверобой, обыкновенный». «Слушай», – шепнул ёжик медвежонку. «Он зверей пьёт. Бежим отсюда». «И никого я не пью», – сказал зверобой. «Я полезный. Я трава от девяносто девяти болезней. Заболеть живот или сердце, или кашлят. Начнёте. А я тут как тут. «Мы здоровые», – сказал медвежонок. «А как со мной хорошо чай пить?» И зверобой с удовольствием. От удовольствия даже глаза закрыл. «А мы только что позавтракали», – сказал ёжик. «Со мной хорошо зимой чай пить», – сказал зверобой. «Вот наметёт снегу тогда...» «А как же мы с тобой будем чай пить, если тебя заметёт снегом? Вы возьмите меня с собой. Посадите на печку. Стану я к вам зимой сухонькой. Тогда и с мёдом». «Мёд я люблю», – сказал медвежонок. «Давай его возьмём с собой». А зимой подхватил ёжик. «Когда ты придёшь ко мне в гости, я тебе скажу». «А помнишь, медвежонок, мы с тобой летом бегали по поляне. Помнишь, встретили зверобоя?» «Вот он, на печке!» «И нам сразу же станет тепло и весело, как будто весной вернулось лето. Вот, посмотрите, жёлтые цветочки такие – это зверобой. А здесь мёд. И зимой хорошо пить чай с мёдом, с зверобоем и со зверобоем. Вот такая интересная история. Всего вам доброго! Подписывайтесь на канал и жду ваших комментариев. До свидания!